Всем привет! С вами не Алена Васильева, но канал Миновита Онлайн. Помните, как Александр Лукашенко привез Владимиру Путину чемоданчик, содержимое которого московскому суверену должно быть очень интересно? Ну, всегда, знаете, есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую, я пользуюсь таким доверительным отношением с вами. Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали о том, что происходит. Многочисленные недоброжелатели диктаторов зубоскалили тогда. Дескать, в администрации пересидента флешки закончились, пришлось передавать информацию перфокартами. Хотя можно было бы оставить данные в дупле дерева или под специальным камнем. Но главное, что же там было? Спустя несколько дней Лукашенко решил приоткрыть завесу секретности. Естественно, если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, ой, как много было разговоров и было бы что обсуждать. Те материалы, которые у нас были, аналитические материалы, обобщенные о ситуации вокруг Белоруссии и России, вокруг Белоруссии и России в целом союзного государства и о том, что происходит на западном векторе нашего союзного государства, это очень большая работа наших ведомств, прежде всего специальных слов, аналитика, с которой я хотел ознакомить президента Путина. У нас давно, очень давно установилась практика обмена подобной информацией. И началась она с президента России. Мы зашли в его кабинет, он мне подготовил целую папку документов, говорит, возьми, почитай, это тебе пригодится. Это все, что о Белоруссии, о наших отношениях с Западом и так далее и тому подобное. Я ему был очень благодарен за подобное, но, естественно, в ответ уже вот несколько лет назад мы готовим соответствующую информацию и экономического характера, и политического, и военного. Вот суть этих документов. То есть Лукашенко в эпоху интернета продолжает изображать из себя резидента нелегала, героя советских боевиков, самолично доставившего в ставку главному чемодан с важнейшими документами, с грифом «Совершенно секретно» передать лично в руки. Материалы, надо полагать, были добыты группой разведчиков с риском для жизни. Их секретно представят к наградам, а имена героев так и останутся неизвестными для благодарного прогрессивного человечества. Бояц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...